Мемориал начинался гораздо раньше, чем началось, собственно говоря, движение мемориал полтора года назад. Мемориал начинался сразу, с началом, ну, пожалуй, что хрущевской оттепели. Уже в те годы появились люди, и этих людей было достаточно много, которые стали собирать материалы. Деятельность их потом была насильственно прекращена. Тогда остались немногие, хрущевскую эпоху были многие, потом остались немногие. И всю Брежневскую эпоху десятки людей в разных городах страны полутайно собирали материалы о жертвах беззакония и репрессий 20-х, 30-х, 40-х, 50-х годов. Потом наступила перестройка, и группа молодых людей, вовсе не эти люди, и группа молодых людей вышла на улицы с письмом о сборе, о необходимости создать памятник, и не просто памятник, а памятник, мемориальный комплекс, то есть включающий архив общедоступный музея, библиотеку, куда мог бы ходить каждый, там, где бы собирались данные о жертвах репрессий. С этого началось, собственно, движение, то мемориал, и то, которое мы видим сейчас. Десятки тысяч подписей, потом партконференция, продолжение кампании, вышедшей далеко за пределы Москвы, а по значению далеко за пределы памятника, и вот сегодня, наконец, учредительная конференция общества мемориала. Вы представляете историческую группу мемориала. Вот какова деятельность потом, после этой конференции, как будет продолжаться Ваша деятельность? Деятельность по существу только начинается, хотя, как было сказано, сборы материалов начались давно, начались индивидуальными историками, отдельными группами. Нельзя не упомянуть Александра Исаевича Солженицына, который, собственно говоря, наш предшественник в исторической деятельности и во многих других тоже. Но при этих масштабах репрессий, при этих десятках миллионов, эта работа в том виде, в котором она ведётся сейчас в разных городах страны, может считаться только началом. Прежде всего, главным пафосом наших исторических разысканий является биография. Идея личности выступает на первый план, и восстановить судьбы этих невинно, а может быть, когда-то и винно, пострадавших людей, восстановить историю братоубийства, которая продолжалась в течение многих десятков лет в нашей стране. Это и есть наша историческая задача. Проследить эту историю через судьбы конкретных людей. Это, пожалуй, главное, что можно сказать по этому поводу. Формы сбора информации самые различные. Конечно, можно надеяться на то, что нам откроют ведомственные архивы, не только нам, но и комиссиям каким-то государственным, научным и так далее. Но ведь ведомственные архивы хранят в себе наряду со многими действительными данными, хранят множество дезинформации. Сама методика, так сказать, приписок, которые действуют не только в экономике, но и во всех сферах нашей жизни, делает информацию государственных и ведомственных архивов недостоверной. Её нужно, по крайней мере, скорректировать, так сказать, тем, что идёт из круга семьи, из круга друзей, из круга коллег. Это коррекция не только фактологическая, но коррекция эмоциональная. Это, по существу, и воссоздаёт как бы живой фон всего происходящего. И, так сказать, фон и ужасный, так сказать, вот этот страх. И, так сказать, фон того горя, который испытывали эти люди. И это боль, которая до сих пор, собственно говоря, нас и терзает. Подразумевается ли создание молодёжной секции при мемориале, или существует ли она вообще? Вы знаете, прежде чем ответить на ваш вопрос, я хотел бы добавить кое-что к ответу на предыдущие два вопроса. Значит, во-первых, я хочу сказать, что одним из тех немногих, о которых говорил Арсений Борисович Лагинский только что, которые в самые сложные и тяжёлые годы продолжали работу по сбору и сохранению нашего прошлого, был сам Арсений Борисович, и многие ленинградцы об этом прекрасно знают. Он четырьмя годами жизни расплатился за эту работу. Об этом будет отдельная совершенно передача, я думаю, что мы её увидим. Хорошо. Значит, я хотел бы добавить ещё, значит, к тому вопросу, о котором говорил Никита Глебович, в следующем. Тема репрессий – это главная тема нашего мемориала, центральная главная тема. Но специфика нашей истории такова, что тема репрессий, в общем, пронизывает практически все исторические темы нашего общества. Значит, что бы мы ни взяли, история науки, история культуры, история религии, каких бы аспектов нашей жизни, нашу войну, каких бы аспектов нашей жизни мы ни коснулись, репрессии примешиваются, проходят сквозь эти темы всюду. Поэтому тематика, историческая тематика мемориала, оставаясь тематикой репрессий, в общем, перерастает в изучение истории нашей страны в целом, возвращение нам нашего прошлого в целом. Это, вот мне кажется, очень важно отметить. Откуда я скажу? Вот только сейчас я буду выступать, я записался в прене, с одним очень важным пунктом. Дело в том, что по уставу, по которому мы регистрируемся, о добровольных обществах, предполагается, что если в уставе не будет назван возраст, то это значит с 18 лет. Вот сейчас, мне кажется, принципиально важная добавка с 14 лет. Дело в том, что в нашем движении активно участвуют старшеклассники. Конечно, в том случае, если у них хорошие учителя. Прямо скажем, здесь очень много зависит от учителей. И очень важно ввести в устав. У нас уже существует ядро школьной секции мемориала. В Москве уже произошло несколько собраний московских учителей истории, которые, значит, мемориальская секция. В Ленинграде происходят круглые столы тоже учителей истории, связанных, значит, с созданием школьных секций мемориала. Это очень важно. Это наше будущее. Спасибо. Спасибо. Решение принимаем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...